Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хотела бы записать видео в формате «Верю-не верю». Это было бы, как обычно, моим рассуждением, моими мыслями, моим мнением, и как я вижу свою ситуацию со своей стороны. О чем бы я хотела поговорить сегодня с вами? Первое, что это об ориентировке, которая была составлена по Владу. И первое, что меня, конечно же, смущает, что не были указаны кроссовки. Второе, что кофта цвета хаки может отличаться с собой оттенком, рисунком, горловиной, длиной рукава и так далее. Третье, что вообще странное, так это кепка. Возможно, было, возможно, и не было этой кепки на нем. Так указано в ориентировке. И опять же, у меня тут сомнения, ведь ребята говорили, что Влад уходил в сторону, и показывали даже направление рукой. Неужели никто не видел, была ли кепка на нем или нет? То есть вот здесь опять странность для меня. Ну и как позже мы узнаем, что кепка найдется у некоторых ребят в вещах. И тут у меня возникает вопрос, а видели они вообще, куда уходил Влад? И, конечно же, скажу, что никого обвинить не хочу, просто есть непонятные какие-то вещи для меня именно с ориентировкой. Для меня самой вот эти странные вещи, которые я, конечно, хотела бы обсудить с вами и разобраться окончательно. И также хотелось бы окончательно разобраться с треками, по которым ходили поездковики, и почему обходили именно это место. По какой такой вот причине. Для меня до сих пор это все непонятно. Если же там считать, что было заболочено, как говорили поисковики, то тогда как ушел Влад? И дрон, если мы будем опираться на то, что он снимал 21-го, то мы видим Влада Бахова, предположительно, на поверхности. И хотела бы вам дать послушать, конечно, одну выдержку с математического такого сайта, о котором пользуются судмедэксперты общей практики. Я видела у других блогеров, конечно же, разбор, но, как понимаю, что одно от другого может отличаться. Я же, как вы знаете, пообщавшись с судмедэкспертом и по его рекомендации, собрала выдержку, после которой хотела бы с вами продолжить свои размышления. При нахождении трупа на глубине водоема, его гниение протекает относительно медленно и равномерно. После двухнедельного нахождения в воде у трупа начинается выпадение волос. Полностью же гидродепилицея завершается к концу месяца. Гнилостные газы, накапливающиеся в тканях и полостях трупа, увеличивают его плавучесть, за счет чего происходит всплытие трупа на поверхность воды. Подъемная сила гнилостных газов настолько велика, что труп весом 60-70 килограммов может всплыть вместе с грузом массой порядка 30 килограммов. При температуре воды 23-25 всплытие трупа на поверхность воды происходит на 3 сутки, при температуре воды 17-19 всплытие трупа происходит на 7-12 сутки, в более холодной воде всплывание трупа происходит через 2-3 недели. Несмотря на то, что общий биохимический характер гниения довольно постоянен. Отдельные характеристики процесса путрификации и достаточно лобильны и зависят от ряда факторов. Условий внешней среды, местонахождение трупа, на открытом воздухе, в воде, в земле, антропометрических характеристик трупа, характера имеющейся на трупе одежды, возраста умершего, наличие повреждений, причины смерти, принимавшихся перед смертью лекарственных препаратов, состава микрофлоры и так далее. При нахождении трупа на глубине водоема, его гниение протекает относительно медленно и равномерно. После двухнедельного нахождения в воде у трупа начинается выпадение волос, полностью же гидродепилицея завершается к концу месяца. Гнилосные газы, накапливающиеся в тканях и полостях трупа, увеличивают его плавучесть, за счет чего происходит всплытие трупа на поверхность воды. Подъемная сила гнилосных газов настолько велика, что труп весом 60-70 килограммов может всплыть вместе с грузом массой порядка 30 килограммов. При температуре воды 23-25 всплытие трупа на поверхность воды происходит на 3 сутки. При температуре воды 17-19 всплытие трупа происходит на 7-12 сутки. В более холодной воде всплывание трупа происходит через 2-3 недели. Немного хотела бы вернуться к ориентировке. Очень много для меня же говорю в этом странностей. И дальнейшая моя странность в том, что я вижу Владислава Бахова, изображенным именно в профиль, а не в анфас. Я не думаю, что у родителей не нашлось фотографии, где отчетливо виден Влад и не прикрывает себя рукой лицо. Как мы можем видеть это в ориентировках? Это очередная странность для меня. Что же по, допустим, трупу и останкам? То есть, если опираться на некоторые сведения от судмедэкспертов и вообще по техническим характеристикам, как себя ведет труп, допустим, в той или иной местности, я вижу здесь одно, что на 2-3 неделю должен быть уже труп раздутый, должен быть гигантизм, как описывают, да, допустим, в таких вот тематических темах, так скажу. Но здесь опять же вопрос к поисковикам получается про запах, про то, что как они не могли видеть. Так как, если мы посмотрим фотографии, то лес очень редкий. И как раз лиственность в этот период года, да, получается, что в апреле месяце не была такая бурная и красочная, как бы не был таким бурным красочным пейзаж. И то есть, опять же, вот почему у меня сомнения. Это то, что касается, допустим, на сегодняшний день, я хотела разобрать именно поиски, ориентировку и немного информации, как себя труп ведет в тех или иных условиях. И вот же опять мои все странности сложились в одно видео и обращение к вам, что вы думаете по этому поводу. И, допустим, я по своему, как нас любят говорить, по своему субъективному, да, личному мнению, то есть никому не навязывая, я вижу, опять же, с первых минут какие-то странности. Странности в поисках, странности вне сопоставления каких-то вот фактов, да, с реальностью, что можно было найти, но почему не нашли. И, да, вот вернусь к этой кепке, допустим, опять же, продолжу в своем видео наблюдением такие, видели ли, возможно, ребята, уходил Влад или не уходил. Но это уже в следующем видео. До новых видео, до новых встреч, всем добра!